Как мне повезло! Мне удалось достать плакат BTS. Да уж, круто! А я прямо сейчас совершу великое научное открытие! Открытие? Да ты просто мне мешаешь! Квентин, помнишь, чем все закончилось в прошлый раз? Был такой взрыв! Эй, это и моя комната тоже. Что хочу, то и делаю. Ах так? Интересно, что будет, если вылить эту желтую жижу в большую пробирку? Нет! Ой-ой, этот яркий свет мне совсем не нравится! Зачем ты это сделала? Джесс, ты испортила мне одежду и очки! Какое мне дело до твоих очков, когда у меня порвался плакат? Все из-за твоих химикатов! Если бы ты мне не мешала, то все было бы хорошо! Кажется, у меня в голове созрел хороший план. Я знаю, как сделать из своей кровати самый настоящий домик. Но сначала нужно нарисовать схему. Получается круто! Что ты там рисуешь? Что это за некрасивая мазня? Мазня? Да я, да я это... Вообще-то это чертеж подкроватного домика. Я сейчас его сделаю, а ты будешь сидеть и завидовать, потому что у тебя такого никогда не будет. Смотри, у меня даже инструменты есть. Смотри, это плоскогубцы. А вот строительный степлер. У меня даже маленький робот-помощник есть. Именно он сделает основную работу. Осталось только, чтобы он просканировал мой чертеж. Ну что, робот, ты готов построить мне домик? Пора начинать! Ничего себе! Домик растет как на дрожжах! Вот это да! Я тоже такой хочу! А я говорил, что домик под кроватью — это круто! Джесс, мне жаль тебя разочаровывать, но ты такой построить точно не сможешь. А вот у меня все готово. И все благодаря моему электронному другу. Я тоже смогу смастерить себе домик. И он будет еще лучше, чем твой. Но сначала мне тоже нужно сделать чертеж. Я хочу сделать его очень красивым. Ты что там делаешь? Порисовать решила? Отстань, ты меня отвлекаешь! Ну и ладно. Готово. Вот это я понимаю чертеж. Получилось красиво, а главное ясно. Пап, мне срочно нужна твоя помощь. Что случилось? Ты должен построить мне под кроватный домик. Я уже даже рисунок сделала. Дело за малым. Ладно, я попробую. Надеюсь, у меня получится. Для начала тут нужно сделать небольшую перестановочку. Ну что, погнали. Ого. Пап, да ты просто волшебник. Не думала, что у тебя получится так круто. Только мне вот мишку отдай. По моему плану он должен сидеть наверху. Смотри, птичка. Пап, ты куда? Ну вот. Теперь мне придется самой затаскивать этого тяжеленного мишутку наверх. Ну, у меня совсем не хватает сил. Что же мне делать? Давай же. И зачем тебе нужна эта плюшевая игрушка? Вот в моем домике нет ничего лишнего. Круто. Тут стало слишком жарко. Без вентилятора не обойтись. Пожалуй, жара – единственная проблема, которая бывает летом. Хотя и с ней можно справиться. О, как же хорошо. Вентилятор? Я тоже такой хочу. Правда, очень жарко. Уже нет. Вентилятор справляется хорошо. Правда, у меня из-за пота вся шея чешется. Кажется, у меня появилась идея. Теперь вентилятор не просто охлаждает, он еще и помогает. Отличная вещь. Я тоже вся чешусь. Что же мне делать? Кажется, я придумала. Надеюсь, папа не будет против, что я заберу у него плед. Мне он сейчас гораздо нужнее. Осталось только найти подходящий чехол. И, кажется, у меня такой есть. Вот он. Теперь мне будет гораздо комфортнее. Сидеть на таком самодельном кресле очень удобно. Что-то мне холодно. Где же мое одеяльце? Пожалуй, нужно перебраться в комнату, где мне будет чем укрыться. Вот это уже совсем другое дело. Тут и кресла, и подушки, и пледик. Можно усесться и спать столько, сколько захочется. Волшебно. Моему домику не помешает немного освежиться. Классные постеры добавит красок. Теперь здесь уютно. Мне тоже нужно что-нибудь придумать. Кажется, у меня есть одна идея. Ребята, это называется скелетом. Запомнили? Вот бы мне этого скелета в домик. Он будет там отлично смотреться. Чтобы осуществить план, нужно отвлечь эту зануду, чтобы она ничего не рассказала учительнице. Откуда музыка? Кто не выключил телефон на уроки? Простите меня, я не специально. Я просто забыла. Сколько раз я должна повторять школа? Это храм науки. Сюда не нужно таскать телефоны. Кажется, сработало. Теперь скелет мой. Ладно, продолжим занятие. Смотрите, голова скелета выглядит... Стоп. А где же скелет? И где... Где Квентин? Как он посмел его стащить? А-а-а! С меня хватит. Мне пора немного отдохнуть. Хорошо, что у меня есть секретная комната, про которую никто даже не догадывается. Там я смогу отвлечься от всего и просто отдохнуть. Ох, пришло время настоящего релакса. Ничто так не расслабляет, как приглушенный свет и... Игры! Получай! Вот тебе! Да я тебя сделаю! Так-то! Наконец-то и я могу украсить свой домик. Мое украшение куда круче, чем какие-то постеры. Класс! Какая красота! Это еще что за чудовище? Это не чудовище, а мой новый сосед. Знакомьтесь. Время обеда. Я успела проголодаться. Вкуснятина! У меня портальная пушка, как в Рик и Морте. Но я бы тоже с удовольствием что-нибудь съел. Надеюсь, Джесс не будет против, если я позаимствую немного шоколадок. Эй, убери свои руки! Ой, зачем драться-то? Вот бы в тебя портальной пушкой попасть, жадина! И что мне делать? Ого! Пылесос! Думаю, друг, ты поможешь мне в поисках еды. Поехали! Какие же аппетитные кексики у меня получились. Здесь всем хватит. Красота! Ого! Кексики! От них я бы не отказался. Выглядят они аппетитно. А пылесос поможет мне доставить их в мою комнату. Мам, привет! А что у нас на обед? Кексы? Стоп! А где они? Кто я? Ничего не знаю. Это не я, я пошел. Воришка! Я же для всех готовила. Мне срочно нужно отдохнуть. Как хорошо, что я успела сделать себе потайную комнату, в которую нужно пробираться по трубам. Здесь я могу почувствовать себя спокойно. Ничего так не успокаивает, как хорошая тренировочка. Штанга моя лучшая подруга, потому что именно с ней я чувствую себя классной, сильной и молодой. Какая же я молодец! Самое время обедать. Сегодня в меню классные кексики. Вот это вкуснятина! Кексы? Я бы от них не отказалась, потому что шоколадки мне уже надоели. Скелет, прости, но кресло мне тоже нужно. Повиси пока на стене. А я займусь изучением космоса с помощью моего телескопа. Какая красота! Квентин, мне нужна твоя помощь. Ты меня слышишь? Эй! Что тебе надо? Ты меня напугала! Мне нужна твоя помощь. Но, видимо, от тебя ее не дождешься. Сижу в плиту. Сижу в плиту. Внученька, здравствуй. Как твои дела? Ты уже совсем большая. Привет, бабушка. У тебя такие красивые нитки. Именно они мне сейчас и нужны. Я так соскучилась. Но мне уже пора. Не забывай навещать бабулю. Эй, только ради ниток пришла. Ну ничего, пора бы и мне немного расслабиться. Самое время посетить секретную комнату. Ничто так не придает сил, как танцы. Самое время немного поплясать. У меня для этого даже очки другие есть. Вот это жаришка. Теперь у меня есть нитки, а это значит, что я смогу сделать себе круг, чтобы в него можно было кидать мячики. Это как дартс, но только с липучками. Между прочим, очень веселая игра. Классно. Веселая игра? Да твоя игра полный отстой. Она даже не развивает ум. Ну и что, зато веселая. А за такие обидные слова получай, вот тебе. Ого, оказывается, кидаться мячиками в Квентина гораздо интереснее, что ты наделала, а не прилипли к моим волосам. Получай! И держи их при себе. Да хватит уже! Какие же на Мультидо Челлендж интересные видео. Они всегда поднимают мне настроение. В этот раз у меня уж точно получится. Квентин! Опять ты что-то взрываешь? Эти вспышки мне мешают. Я по-другому не могу, иначе опыт просто не закончу. Да хватит уже! Что ты делаешь? Ты мне уже надоел. Ой-ой, сейчас что-то будет. Вот это да! Я же говорила, что твои опыты плохо кончатся. Мой бедный домик. Я же так долго его делал. Скорее подписывайся на Мультидо Челлендж. Тут ты всегда найдешь классные идеи для подкроватного домика. А еще у нас всегда весело и очень интересно. Они еще часто consistency жестким! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин